Мы этим утром побывали во главе сообществого дома, пообщались с жителями. Мы готовим сюжет на эту тему. Хотелось бы узнать вашу позицию. Как вообще так вышло, что там забраться построит 12-этажный дом, жильцы сильно хотят. Какова позиция города Одинцова и что вы планили в следующем? Действительно, вчера произошло социальное возмущение в районе 7А, который находится в реконструкции на сегодняшний день. Компания-застройщик «Строитехинвест» вышла на подготовительные работы и произошла встреча с жителями. Мы быстро среагировали. Я в жесткой форме потребовал от застройщика прекратить все работы, пока не будет найдено какое-то компромиссное решение, которое удовлетворит всех тех, кто живет в этих домах. Вопрос довольно жестко стоит на повестке. Буквально в ближайшие дни необходимо собрать сход с жителями. Мы об этом сказали компанию-застройщику. Предоставить все проекты планировки, предоставить все те решения, с которыми компания выходит на строительную площадку. И в диалоге найти необходимое решение. Действительно недопустимо никакое силовое воздействие на жителя, никакие столкновения, которые вчера писали сами жильцы в социальных сетях и обращались в мой адрес. Этого допустить мы однозначно не можем. Поэтому стройка не продолжится, пока решение будет не найдено. Хочу сказать, что компания имеет инвестиционное соглашение, инвестиционный контракт с городским поселением Агинцова, подписанный в 2000 году. Контракт подразумевает под собой строительство и социальных объектов, трех детских садов, и конструкцию двух школ, в результате чего появится еще 1200 дополнительных мест для наших учащихся. Появится более 3000 паркингов и осуществляется программа переселения из-за ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день компания «Стройтехинвест» в построенные дома переселила 15 трехэтажных домов 30-х годов постройки. Это около 300 семей, которые получили новое жилье. Еще 200 семей ждут, когда будет возможность переехать в новые построенные корпусы. В этот дом, который планируется к строительству на детской площадке, так называемых проблемах, в него переедет не менее 37. То есть проект еще несет на себе большую социальную нагрузку. Но тем не менее, все должно быть согласовано с жителями. Первые публичные слушания проходили в 2011 году. Жители весь проект планировки устроил. Жалоб никаких не было до вчерашнего столкновения, так скажем, с застройщиком. И я считаю, что мини-публичные слушания можно повторить. Можно еще раз их сделать вместе с застройщиком, прямо на предполагаемом месте строительной площадки. И найти обязательное решение. Для нас, как до власти, конечно, позиция жителей на первом месте. Для нас важны наши жители, а не квадратные метры. И мы будем отставить позицию жителей Одинцова. Хорошо, а если по этому публичным слушаниям, можно предположить, что придут люди недовольные в город, например, больше. Застройщик, соответственно, со своей стороны обладает всеми основаниями для того, чтобы возводить этот объект. Какова будет позиция города, если 99% жителей скажет, что они не хотят? Если не хотят. Но если жители не хотят, и это действительно будет в протоколе публичных слушаний, тогда застройщику придется изменить проект планировки. И добиться того, чтобы жители поддержали это решение. То есть изменить проект планировки? Изменить проект планировки в ней поменяется, соответственно, место для жилого дома. Речь сейчас идет о том, что предполагаемое строительство, оно находится вблизи к существующим домам и будет происходить на месте детской площадки. Со слов застройщика площадку они начали уже подготавливать альтернативную и построят ее не одну, а три места той, на которой будет находиться этот дом. Что касается близости к существующим домам, это, конечно, нужно обсуждать жители. По нормативам все соответствует. Проект прошел экспертизу, проект прошел городостроительный совет, поэтому здесь скорее больше нужно опираться на то, как на это посмотрят жители существующих домов, которые не попадают в программу переселения. То есть их дома сноситься не будут. Редактор субтитров А.Семкин